Книга живая Вот есть те книги, которые подвели итог, мы сказали о том, что они существуют, и куда-то там поставили их на полочку. Да, это книга, которая живая, которая родилась, потому что большой опыт гимназии, и вы сейчас увидите, я хотела бы немножечко о нем рассказать, существует. И книга, которая позволит этот опыт транслировать, и которая, ну, вы увидите, что дает для гимназии, что дала, да, и как идея, заложенная в ней, стала вот уже на протяжении, да, 10, теперь мы уже точно посчитали, 11 лет, стала той идеей, которая помогает гимназии развиваться и быть, в общем-то, одной из ведущих школ центрального района. Именно идея рингвоконцептология на сегодняшний день гимназии является той идеей, которая позволила стать гимназией центром диссеминации. И центром диссеминации педагогического опыта в решении такой очень серьезной на сегодняшний день задачи, как реализация концепции филологического образования, да. Вот мы об этом много говорим, мы знаем, что такая задача существует, как ее реализовать. Вот то, что делается как раз-таки благодаря тому, что научная идея, предложенная Натальей Львовной, да, является для нас и инновацией, и, наверное, той вот системной работой, традицией, да, соединившей в себе одно и другое, и позволяет на сегодняшний день определять проблемы, которые стоят перед педагогическим коллективом, и получать желаемый результат. А желаемый результат — это прежде всего формирование иной компетентности педагога. Ведь учитель — это тот человек, который входит в классы, независимо от того, какой предмет он преподает, даже если это предмет физкультуры, где, казалось бы, монологов учителя громких и долгих не произносит. То есть это учитель — тот человек, который формирует культуру, языковую культуру. Поэтому, соответственно, он сам должен постоянно расти, приобретать те компетенции, которые позволяют ему быть человеком, несущим, ну, как Мария Борисовна говорит, прецедентный текст, в устной форме тоже, да. Поэтому владения вот данными профессиональными компетенциями, а они прописаны и в концепции филологического образования, на наш взгляд, очень тесно слились с лимбовой концептологией и позволяют формировать вот эти вот две компетенции учителя и формировать его речевое поведение и взаимодействие с аудиторией. Поэтому что же мы смогли сделать, каким образом вот эта замечательная идея нашла свое отражение в практике. Здесь не только мы можем говорить о едином орфографическом режиме и о положении, которое существует в школе и действует, но и об авторских программах, они ранжированы, они существуют. Вот первая, которую вы видите, архитектура личности, связь литературы и русского языка, авторская программа «Веселова, знаете, Терентьевна» в книге она описана. И как уже для ребят, которые постарше, 7-е, 8-е, 9-е классы, от слова к тексту. Ежегодно принимаем участие в словарных уроках, где тоже замечен этот опыт. И вообще это интересно, когда урок посвящен, например, одному словарю, и уроки тоже становятся победителями всероссийских конкурсов-уроков. Ну и вот я уже начала говорить о результативности, и вы видите здесь, конечно же, большое количество достойных наград, дипломов, где педагогическое сообщество учителей и научное сообщество в разных городах страны. И последний из них очень нам дорог, диплом победителя, потому что вот с этим общешкольным проектом «Слово в истории, история в слове» мы выступали на протяжении, участвовали в этом проекте на протяжении трех лет. И вот последний год не просто стали победителями заочного, но и очного тура. И в Сочи, когда, вот, Сергей Владимирович, знаете, да, было интересно представить опыт гимназии, потому что там, например, и школа в Ницце нами заинтересовалась, да, то есть вот до сих пор говорят о том, что готова, да, попробовать и во Франции использовать этот же самый подход. То есть, в общем-то, география расширяется в таких вот серьезных масштабах, и это очень приятно. Ну и далее, как я уже начала говорить, что вот эта вот компетентность, да, осознание себя человеком культуры, человеком, который видит в слове смысл, который, как вот Сергей Владимирович говорит, да, способен работать со словом, которое порождает смыслы, то, что является такой идеей, объединяющей весь коллектив на разных уровнях. Даже если это педсоветы, методические объединения и наставничество, которое в гимназии развито, причем и по параллелям, да, и по разным кафедрам, ну и отдельно вы видите, да, работа со студентами. Мы всегда их ждем. Мы знаем, что будем работать с самыми талантливыми учениками и потом обсуждаем дойти уроки, и уроки, где концепты являются темами и где являются они, в общем-то, тем, что лежит в основе урока. Ну, Наталья Львовна пристально смотрит за тем, как талантливые студенты вбирают, не вбирают, да, учат с опытом. Это, в общем-то, тоже такая замечательная традиция, мы их всегда ждем. Так что декабрь — это такой месяц, посвященный будущим нашим коллегам. Ну и дальше, говоря о географии, да, опыт гимназии востребован, именно востребован и вот с этой вот стороны, да, потому что позволяет показать, как можно работать над словом. Я бы хотела обратить внимание не только, да, на форумы, в части ассоциации, которые вы знаете, но вот и на то, что часть уроков, часть лекций, которые там тоже материалы в этой книге представлены, они записаны в виде видеолекций и входят в банк, да, виртуальных курсов повышения квалификации, когда можно прослушать эти лекции, получить в рамках федеральной целевой программы русский язык и государственный, это вот заочный этап, да, заочные курсы повышения квалификации. Я просто хотела обратить внимание, не знаю, как там видно, задних рядов, что вот тот материал, который содержит в себе именно примеры уроков по концептам, да, и вот идею лингвы-концептологии прослушали 1532 человека, да, это, в общем-то, тоже цифра, которая, там же можно на сегодняшний день выбирать, какой курс вы слушаете, какой нет, но, на мой взгляд, она достаточно весома. И в итоге, да, подводя, может быть, небольшой результат, я уже сказала о том, что книга живая, когда книга живая, наверное, говорить о слове «результат» не стоит, потому что когда есть идея, которая объединяет коллектив, это значит, в коллективе существует программа непрерывного повышения курсов, да, квалификации. Вот внутри есть идея, которая объединяет и заражает коллектив, и поэтому вот эта идея разноуровневого повышения, да, когда и самообразование, и совместно с кем-то, и ты учишь других, и еще больше учишься в этот момент. Поэтому большое спасибо, Наталья Вовна, за ту замечательную идею, которая позволяет соединять теорию с практикой, расти, потому что если учителя расти не будет, то мы не будем интересны ученикам, и мы не будем интересны прежде всего сами себе. Спасибо. 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 Спасибо.